Всем привет! Меня зовут Игорь Еремин, и это проект Rap News. В сегодняшнем новостном выпуске мы расскажем о новом клипе Гонфлада, Скриптонита, Бамбл Бизи, Егора Крида и очередном конфликте немецких батл-рэперов. Также в выпуске вы узнаете немного о мире западного рэпа и множестве новинок русскоязычных музыкантов. Поехали! Первая новость на сегодня это новый клип от рэпера Гонфлада на его главный хит из альбома «Суперчуец». Про работу над данным клипом Александр рассказывал в последнем своем интервью в Писке, где также и поведал, что пришлось очень сильно вложиться финансово в данное творение. А вот ты же по-любому сейчас можешь себе купить собственную квартиру в Москве? Пока нет. То есть денег за тур, за все вот эти вот платиновые альбомы и синглы не хватило, чтобы взять себе... Мы сняли очень крутой клип на песню «Сахарный человек». Все деньги пошли туда. Типа мы вложились своими бабками прям крупно. Выход данного клипа обещали довольно давно, и это было очевидно, что один из самых успешных треков обязан получить экранизацию. Если же перейти к содержанию, то клип о том, что так называемые конфеты забирают у человека душу, причем очень быстро. Видео сделано с обильным количеством эффектов различных ярких сцен, в том числе из психушки. «Сахарный человек», ты мой билет на комету, вся моя жизнь — это пазлы, ветром раздовут фрагменты. «Скриптонит» порадовал своих слушателей сразу двумя работами. Начнем с более шумной, а именно совместного клипа под названием «Замерз», «Сэнди Панда» и более известным как «Эншбиль». В данном клипе исполнители предстали пред нами в образе бандитов, которые в дерзкой манере осуществляют ограбление. Драйвовая и атмосферная работа — это именно то, чего ждут от Адили его слушатели. К слову, ранее «Скриптонит» заявлял о том, что отходит от рэпа и будет заниматься только группой. Долго ждать не пришлось, он вернулся. Вторая же работа «Скриптонита» получила название «Погрейся». К слову, оба клипа режиссировал он сам. Вся видеоработа выполнена в темных тонах с различными оттенками. Слушатели артиста будут крайне обрадованы тому, что им представили сразу две работы, а ведь раньше приходилось по полгода ждать одну. Что же касается текстовой составляющей, то в ней можно услышать различные отсылки к исполнителям, которые всей толпой идут на первый, судя по всему, это про голубой Ургант или про ютуберов, которые в 16-м рассказывали про зомбоящик, а в 18-м сами туда идут. К слову, «Скриптонит» и сам бывал у Урганта в 2016 году с песней «Любовь». В очередной раз накаляются страсти вокруг немецких батловых рэперов прошлого десятилетия. Внезапно для всех Драга вновь хочет вызвать царя на «Версус Баттл», об этом он заявил с предложением ресторатору в своем твиттер-аккаунте. Причиной, судя по всему, послужил свежий трек от Ивана, где он в нелестной форме высказался о Владимире. При этом заявление сразу же было написано с оскорблением, то ли ресторатора, то ли царя. Судить уже не нам, а знаком припинания. Так вот, на этот вызов царь ответил также оскорблениями, однако конкретного согласия либо отказа он не дал. Ресторатор на эту ситуацию также не отреагировал, хотя он больше всех заинтересован в этом поединке, ведь здесь есть конфликт и батл должен получиться намного интереснее, чем это происходит с обычными выступлениями. Исполнитель, который всегда радует своим флоу и качеством клипов, Bumble Bizzy представил новый двойной клип на песни с прошлогодних альбомов. Отличается ли его новый клип от других? Да. Отличаются ли его треки друг от друга? Судить вам. Первый трек под названием «На рассказе» из альбома «Шесть единиц», а второй «Группе Таун» из одноименного альбома. Как многие уже заметили, у Шмеля стало довольно много автотюна, хотя когда-то полюбили его зачитку, ведь это и было его фишкой. Возможно, мы слушаем очередной эксперимент, а слушателям просто-напросто сложно сразу адаптироваться под новое звучание. Малая на рассказе, она вот так впервые. У нее был парень года три или четыре. Так вызвать, что наш ганзик выпал на их ссору. Знаешь, знаешь, так бывает, результат не потасован. Егор Крит не так давно покинул лейбл Black Star, однако записывать композиции с участниками данного лейбла ему никто не запрещает. Новый клип под названием «Грехи» вышел на канале Егора совместно с Клавой Кокой. Примечательно то, что за экранизацию клипа отвечал сам артист, и он получился весьма открытым и ярким. Некий хоррор-триллер с трогательной концовкой, ведь данная работа была посвящена его бабушке, или, как он ее называет сам, его ангелу-хранителю. Сложно на первый взгляд представить, как такой ужастик можно было кому-то и посвятить. Многие уже сделали для себя вывод, что уход Егора с лейбла Black Star пошел ему только на пользу, и теперь он может делать такой материал, который ему по душе высказывается обо всем, что задумает без лишних фильтров и рамок. Витя Классик, участник Versus Battles, а также ветеран онлайн-баттлов, представил клип под названием «Jay-Z», в котором очередной раз поднимает финансовую тему. С первого просмотра клип может показаться достаточно простым и тривиальным, но на самом деле он скрывает немалое количество ироничных отсылок и интересных кадров. Так часто сейчас меня разрывает на части, а сколько тебе надо денег для счастья? Может быть 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, бля! Это прям в идеале. Плюс ко всему, текст наполнен довольно неплохими саркастическими строками и панчлайнами, отсюда смело можно сделать вывод, что трек является скорее пародией, нежели серьезным произведением, в котором автор старается хвастаться своим бюджетом. Забавный случай произошел сразу же после релиза данного клипа, так как друг и коллега Вити Классика Леха Медь в поддержку своего товарища запустил 10-часовой стрим, где он на протяжении всего этого времени без перерыва смотрит клип. Довольно интересно было наблюдать за реакцией безумца Лехи, ведь даже спустя 9 часов он не переставал качать головой и перечитывать трек. Йоу, раскладывай ковер, мы входим в квартиру, это будет бомба, я гарантирую, брат не заложит, мы доминируем, бери подругу, порепетируем и продолжаем дальше. Как начали, отряд К, знак качества, брекал между псов, ограбил дом, я вижу тебя сверху, потрачено. Вслед за классиком свой клип под названием «Перезвоню» презентует участница РБЛ Маша Хима. Стоит отметить, что композиция из клипа является главным хитом ее дебютного альбома «Сборник любовных диссов». Клип вышел мрачно-депрессивным с минимальным количеством локаций скудной сюжетной линии, где большую часть занимали танцы девушек, при этом сам трек выполнен весьма неплохо и был достоин большего. Данное произведение скорее напоминает размышления и монолог девушки, находящейся под действием каких-то запрещенных препаратов или алкоголя. Получилась отличная антиреклама. А теперь самое время перейти к нашему ставшему уже традиционному новостному блоку западного рэпа. И сегодня у нас на прицеле долгожданный альбом рэпера Пуя, получивший название «The South Got Something To Say». Как сообщил сам исполнитель неделями ранее, он не хочет дальше продолжать делать музыку, так как работа над ней – головная боль и переживание того не стоит. Что ж касается самого релиза, то тут есть и простые лайтовые треки, и совместная работа, например, с Гост Мэйном или Джуси Джей. Давненько мы не слышали новостей от питерского рэп-исполнителя Никиты Джубеля. Сегодня хотелось бы рассказать о новой его композиции, которая записана совместно с Эмилевской и Машей Химой. Сходу задевает тропический или латиноамериканский мотив, однако кроме этого приятным дополнением в трек является качающий припев. Многих может впечатлить такое творение, особенно если вслушаться в тексты этой троицы. Но мы никого и мы будем вдвоем. Максимально вайбовый и зажигательный трек под названием «Данте» представили нам сегодня «Радо» и «Кома». Эксперименты с флоу и стилем принесли Никите положительный результат, и данный трек – тому очередное подтверждение. Пусть и припев получился совсем немногословным. Мелодичные песни и также отметился и Томас Мраз. На этот раз эта песня под названием «Жаркая ночь», где мотив построен для танцев на берегу моря или под жарким летним солнцем, а точнее с жаркой ночью. Зачастую после суперпопулярных хитов артисты затухают. Так было с Ти Фестом, так же случилось и с Матрангом. Оба стараются что-то сделать и порадуются новым материалом своих слушателей, а вдруг это станет очередным хитом. Новый трек Матранга получил название «Оставайся», и в нем он поднимает тему отношений, зацикливая в припеве навязчивое слово из названия. Вторая же работа от Матранга получилась более оригинальной, и она является совместной не с кем иным, а с его же боссом – Бастой. Трогательная композиция с простым названием «Привет», где за основу были взяты детские фотографии и вставки из мультфильмов. Грусть, ностальгия и простенький припев. Ну, привет, успех! Альбом, звучание которого вы так долго ждали. Тот самый казахский стиль, который так всем полюбился. Но сегодня это не то, о ком вы подумали. Это Бэнс, бывший участник объединения Джил Зэй, который выпустил свой дебютный альбом «63». Характерный стиль, флоу, ритмика и текст – все, что мы полюбили пару лет назад у скриптонита, но в более дерзкой и модной манере. Участник многочисленных баттлов «Flag MC» выпустил новый альбом под названием «Cinema», а релиз включил в себя 9 сольных композиций. Получился он довольно качественным продуктом, возможно, именно он поможет артисту вернуть былую популярность, ведь прошла его работа так и осталась в тени. Самый противоречивый персонаж последнего времени Микси выпустил новый трек под названием «Из окна», в котором он пытается достучаться до слушателей со своей правдой. Ты играл, проиграл, а я вообще, блядь, не играл. Я делал русский рэп, пока ты типа трэповал. Кто же курит мой жирный член, эй, пацан, остановись. Я отправил бы нахуй всех, но они бы не пошли. И последняя новость на сегодня от Noize MC, который появился на нью-йоркской радиостанции Shape 45. В течение получаса он давал интервью диджею WhoKid и рассказал о своем становлении как артиста, увлечении роком, фристайлом, баттлах и многом другом. Также он исполнил под гитару несколько песен, впечатлив всех находящихся в студии. На этом сегодня все. С вами был Игорь Еремин и проект Rap News. Не забывайте поставить лайк данному видео и подписаться на канал. До скорого в следующих выпусках. Пока-пока. Я взял твою бу, я ее ебу, и мой глок, и любля тадар, и зато тадар, у меня ильбашу тюра, и они мне в рот. Закрывайте окна, двери, ведь я иду брать лот. Продолжение следует... Продолжение следует...